Сын «У нас не место, на кухне вечно крошки на полу. Ты знаешь, как она меня достала? Я что, слугой быть у нее должна? Так вот, последний раз тебе сказала, решай сегодня, я или она. Кричала нервно, громко, истерично, и начисто забыв о тормозах. Опять испорчен завтрак, как обычно. Застыли слезы хрусталем в глазах. Сынок молчал, молчала рядом внучка, тот ангелок, которого она так много лет в своих держала ручках. Большая стала, нянька не нужна. В невестку же как будто бес вселился, кричит, бьет в гневе кулаком об стол, чтоб завтра же к ней в зал переселился. Сын молча встал из-за стола, ушел. Рыдания застыли в горле комом. Она не мама, бабка и свекровь. Дом стал чужим, жестоким, незнакомым. Когда же в доме умерла любовь? Очередная ночь была бессонной. Подушка стала мокрою от слез, и голова гудела медным звоном. Зачем, сыночек, ты меня привез? А утром сын подсел к ее постели, боясь взглянуть в молящие глаза, с волнением справляясь, и еле-еле, чуть слышно, полушепотом сказал. Ты, мам, пойми, мне тоже очень трудно. Я между вами, как меж двух огней. А там еще, к тому же, многолюдно. Тебе с людьми там станет веселей. Да мне, сынок, веселья-то не надо. Мне б рядом с вами, близкими людьми. Мне б помирить, сынок, с тобою рядом. Да тяжело с тобой нам, ты пойми. У нас и так семья, дела, работа. И жизнь у нас ведь далеко не рай. Жене вон тоже отдохнуть охота, а тут тебе сготовь и постираем. Ну что, сынок, коль я обузой стала, вези меня в тот престарелый дом. Глаза, прикрыв платочком, зарыдала, а сын сглотнул, застрявший в горле ком. А через день нехитрые пожитки лежали в узелочках на полу. Зачем-то дом припомнился, калитка, а дождь стекал слезами по стеклу. Ну вот и все. Теперь им тут спокойней и легче будет без обузы жить. А я, я, видно, этого достойна. Но ноги не хотели уходить. А ноги стали ватными от горя. И сердцу места не было в груди. А сын, чтобы расставание ускорить, на дверь кивнув, ей приказал – иди. Она за грудь держась не понарошку, как будто так ослабнет сердце боль. Давай, сынок, присядем на дорожку, чтобы легким путь туда был нам с тобой. Но что дадут короткие минуты, коль расставанье обозначен срок? Опередив вдруг сына почему-то, шагнула мама первой за порог. Казенный дом. Тяжелый спертый запах, лекарств с едой и хлоркой пополам. Вон на диване чей-то бывший папа, в соседстве чьих-то тоже бывших мам. Сын проводил с вещами до палаты. Прощаясь, как-то сухо обронил – прости меня. А будет скучновато – вот телефон, возьми и позвони. Но на прощанье все же обнял маму, прижал к себе, как много лет назад, когда еще была любимой самой, поцеловал и посмотрел в глаза. А в тех глазах застыла боль и разлуки, ее теперь ничем не исцелить. В своих руках морщинистые руки он задержал, не в силах отпустить. У мамы по щеке слеза скатилась. Ты сам, сынок, хоть изредка, звони. К плечу родному робко прислонилась. Иди, сынок, Господь тебя храни. И вслед перекрестила троекратно. И, опустившись тяжко на кровать, вдруг осознала. И ей теперь обратной дороги к сыну больше не видать. Дни потянулись чередою мрачной, похожие, как братья-близнецы. За что конец такой ей был назначен? За что здесь матери? За что отцы? В тоске по сыну таяла, как свечка. Молилась. Господи, прости его, кровиночку мою, моё сердечко. А больше мне не нужно ничего. Возьми, Господь, мою скорее душу, коль не нужна я больше на земле. Хранила фото сына под подушкой. Казалось, с ним ей было спать теплее. А сын, вернувшись из поездки дальней, всё вспоминал про мамины глаза. Всё вспоминал её тот взгляд печальный. И как бежала по щеке слеза. И запах мамин тот неповторимый. И пряди белых маминых волос. И мамин голос ласковый, любимый. Зачем же маму я туда отвёз? Как мог забыть, что маме трудно было? Что ей пришлось снести и пережить? Когда она одна меня растила? Когда пришлось ей о себе забыть? Какой я после этого мужчина? Раз маму не сумел я защитить? Ту, с кем был связан прочной пуповиной. Кто в этой жизни сможет заменить? Наутро, не сказав жене ни слова, Поехал снова в престарелый дом. Лишь только б мамочка была здорова. И всё пойдёт отныне чередом. Теперь с неё сдувать пылинки буду. Не дам слезинки ни одной упасть. Давать ей буду лучшую посуду. Еды кусочек лучший буду класть. Вот, наконец, знакомая палатка. На тумбочках остывшая еда. Пустующая мамина кроватка. А мама нет. Мелькнула мысль. Беда. И сжало сердца в маленькую точку. И под ногами закачался пол. Рукой держась за стенку, По шажочку по коридору Медленно пошёл. И чей-то голос вслед ему Послушай. А по спине стекал холодный пот. Но вдруг увидел, Что навстречу с кружкой По коридору мать его идёт. И сразу с плеч упал гнетущий камень. И слёзы счастья брызнули из глаз. Он маму крепко обхватил руками. А мамочка в рыданиях сошлась. Сынок, я, мама, за тобой вернулся. Давай поедем. Вещи собирай. И как бывало в детстве, Улыбнулся. Я так решил. А ты не возражай. Садись в машину. Что ты в самом деле? Дай на прощанье им махну хоть раз. А из окошек с завистью глядели. Им вслед десятки грустных старых глаз. А из окошек с завистью глядели. А из окошек с завистью глядели. Дай на прощанье им махну.